Здравствуйте, друзья! С вами Маша Сулко и проект «Своими руками». Сегодня у нас необычный выпуск. Ну, в общем-то, как всегда. Но сегодня он у нас 15-й, и мы не оставили без внимания эту дату. Мы решили испечь праздничный торт. А делать мы это сегодня будем вместе с моей коллегой Светой Черновой. Света, привет! Привет, Маш! А поможет нам в этом деле Оля Сальникова, кондитер и автор студии «Сладости для радости». Оля, привет! Привет, Маш! Ну что, начнем? Сегодня мы приготовим тортик медовый. И в честь вашего праздничного выпуска сделаем его в виде цифр 15. Для того, чтобы нам его приготовить, нам понадобятся следующие ингредиенты. Это мед, сахар. Добавим туда немного ароматных специй, корицы, мускатного ореха. Далее все это мы погасим содой и маслом. И потом постепенно вмешаем нужное количество муки. Ну что, приступим к первому этапу? Хочется уже. Для этого мы возьмем кастрюльку и выльем туда мед. Надеюсь, это с этой задачей я справлюсь. Мед для этого лучше брать какой-нибудь ароматный, цветочный. Оля, важно, чтобы он вот такой вот был кремообразный или жидкий, но тоже можно использовать. Это, в принципе, без разницы. То есть любой консистенции. Еще? Да, все отлично. Так, Маша, тебе я поручаю высыпать туда сахар. Спасибо. Ну и чтобы наши коржи зазвучали ароматно, мы высыпем туда корицу и мускатный орех. И теперь нам это все нужно расплавить на огне. Помещаем нашу смесь на средний огонь и постоянно помешиваем. Нам нужно добиться того, чтобы сахар весь растворился и не было крупинок. И вот наша ароматная смесь готова. Теперь ее выльем в большую миску. Нужно замешать прям, чтобы однородно, да, вот без всяких пузырьков тут было. Будьте осторожны, потому что она очень горячая. Я постараюсь. Так, в полечке. А, красиво. Теперь мы оставим ее охлаждаться где-то примерно минут на 15. В общем, медовая смесь у нас немного остыла. Вот, что делать дальше-то нам надо. Дальше мы вбиваем яйца. И нужно обязательно учесть тот момент, чтобы смесь была не горячая. Иначе яйца могут просто свариться. Можно я разобью? Доверишь мне? Конечно. Я уже пробовала это однажды. О, отлично. Оба разбиваем? Да. Да. Все. И теперь это опять нужно хорошо перемещать лопаточкой. Доверяю. Спасибо. Ой, так прикольно. Оль, ну вот пока Света там увлекается, увлеченно размешивает, хочу тебя спросить. А как ты вот пришла к тому, что ты стала заниматься так вот профессиональной кондитерством? Это, можно сказать, произошло не то чтобы случайно, но на самом деле я вообще работаю не по профессии, потому что училась я на инъязи и являюсь преподавателем. Но всегда любила готовить. Этому меня научила мама, бабушка. Всегда на семейных вечерах мы готовили вкусные тортики домашние. И как-то мне привелась любовь к этому. Поэтому я стала тоже сама готовить, выпекать, ходить своими тортиками к друзьям на дни рождения. И уже друзья друзей, можно сказать так, просили меня что-то приготовить. И как-то вот так вот все закрутилось, завертелось, что я стала готовить на заказ. Знаешь, вот я смотрю на тебя и просто не верю, что ты любишь готовить еду вкусную, а еще плюс вот кондитерские вот эти вот все дела. Ты это просто готовишь сама не ешь? Или у тебя секреты какие-то есть? Или там секретные ингредиенты, да? В чем секрет твоей вот изящной стройности? Обязана просто попробовать, что я готовлю, чтобы снять пробу качества. Наверное, просто хорошая генетика. Мне кажется, я уже накачала руку, вот что дальше. Да, теперь мы насыпем муку. Маша? И мне доверили. Так, как я всыпаю ее сразу? Всю миску? Можно насыпать и перемешивать, да. Ой, запах такой ароматный. Интересную историю вспомнила про медовик. Оказывается, в Древнем Египте мед смешивали с мукой, выдерживали несколько недель, а потом пекли лепешки. На Руси вообще интересная история с медовиком. Ну, в принципе, медовик – это исключительно русское явление. Елизавета Алексеевна, супруга императора Александра I, она, в принципе, терпеть не могла, на дух не переносила десерты на медовой основе, которые так вот известны на Руси. Не медовые пряники, не ковришки, даже сбитень. Вот, и на службу во дворец поступает молодой повар. Но его, видимо, не предупредили, что Елизавета не любит мед, и он подает на стол десерт на основе медовых коржей, сметанозаварной. Елизавета Отведов была просто... Просто в восторге. ...покорена вкусом, да. И когда она узнала, что в составе блюда есть мед, она решила наградить находчивого молодого повара. И с тех времен ледовик стал очень популярным. Кондитеры развили, значит, рецептуру, делая разные начинки, то есть кремы на разных основах. У нас тоже, да, будет, по-моему, какой-то? У нас какой-то сюрприз, насколько я знаю. Оля нам приготовила какой-то сюрприз. То есть пока она не говорит. Так, слушай, ну мне вот все труднее начинает тут вот это поддаваться месиво. Ну мы должны насыпать муки столько, сколько возьмет тесто, но добиться консистенции не жидкой. То есть вот пока еще как бы она очень хорошо перемешивается, но нужно прям, чтобы лопатка стояла там. Ну прям сила тут такая нужна, не дюжина. Подготовленным нужно быть. Ну давай я помогу тебе, если тяжело. Мне кажется, надо прям в две руки. Ну давай ты будешь мешать, а я буду насыпать. Всыпать. Ты меня не жалеешь сразу всю миску, да, хочешь вылить? Мне кажется, уже надо берите руками его мешать, как будто бы. Сейчас становится тяжело. Да, давайте. Теперь мы вот так вот. Я переверну, Света, а ты высыпай. Помогай лопаточкой тоже. Оля, а сколько еще нужно сюда муки вот добавить? То есть какую консистенцию должно тесто получить? Нам нужно добиться консистенции примерно как размятый пластилин. Что-то такое можно сравнить, чтобы примерно понять. То есть вот сейчас тесто еще достаточно жидкое, оно все прилипает к рукам, поэтому можно еще насыпать муки. А вот сейчас очень, значит, много появилось разных кондитерских, которые пропагандируют полезные сладости, то есть от которых девочки вес не набирают. Это правда? Ну я не могу так однозначно сказать, правда это или нет. Как бы каждый делает все по своей совести. Вот сладкое оно может быть невредным для фигуры? Мне кажется, что сладкое оно как бы в любом случае будет вредным, но нужно просто употреблять его не в ограниченном количестве, а в умеренном, так скажем. Я считаю, что тортики не нужно идти просто так в магазин и каждый вечер себе покупать какое-то пирожное и съедать его. Конечно, это будет уже вредно для фигуры. Торт, он должен служить именно каким-то ощущением праздника. То есть, допустим, у вас в семье трое, да, мама, папа, ребенок. И вот каждому на день рождения вы заказываете какой-то торт вкусный, домашний, сделанный с душой. Своими руками. Да, или сами печете опять же. Тогда уже будет именно вот это вот чувство такой вот настоящей сладости, настоящего вкуса. А можно я помешу? В принципе, да, вот у нас тесто уже... Не надо уже, да, больше? Тесто уже обретает такую свою нужную консистенцию. Прошу. Немножко я, немножко Света. Ну, и такое... Почувствовать. Это можно даже назвать что-то наподобие антистресса. Терапия такая. А запах, когда замешиваешь тесто? Запах, как у сливочных рисок. И вот даже похоже по ощущениям. Такие, помните, в брикетах продавались. Если мы дадим тесту отлежаться где-то час-два, вот, но даже можно и на сутки положить его в холодильник, в целлофановый мешочек, то оно именно станет таким, которое нам нужно, чтобы было из него удобно раскатать. И когда оно отлежится, оно уже вообще не будет прилипать к рукам. Напоминает рецептура тесто для имбирных печеней. И запах, и консистенция, и вот время как раз отлежки его. Я думаю, почему запах такой знакомый? Хоть с ней, как бы, я особо не готовлю, но вот с подружкой как-то баловались на Новый год и делали вот эти вот имбирные печеньки в форме, знаете, такой печеный какой-то человечек. Прямо прянистный человечек, да. Из Шрека. Это, кстати, уже благодаря, вот, по-моему, Дисней, да, у нас создали этот мультик, и как бы пряничный человечек, он стал таким нарицательным. Ну, Маша, по-моему, увлеклась, да? Очень увлекательно. Так, достаточно? Да. Так, мы его отправляем на сутки отлеживаться. Нет? Да. После того, как наше тесто отлежалось и приобрело нужную консистенцию, мы можем его раскатать и вырезать из него нужную нам фигуру. Сегодня это у нас цифра 15. Ты для нас со Светой, да, приготовила? Да. Я уже разделила, как в детском саду. И желательно еще, кстати, можно присыпать немного мукой, чтобы у нас скалочка не прилипала. Давай я помогу тебе придержать. А насколько надо раскатывать его? Ну, в принципе, можно где-то 5 миллиметров. А, тонкий, да, корж? Да, потому что у нас там есть сода, и она поднимется при выпекании. Я, кстати, наверное, могу ответить на твой вопрос, как мне удается сохранить такую фигуру, потому что на самом деле это кондитерский труд совсем нелегкий. Каждый день по несколько раз вот так вот раскатываешь, замешиваешь тесто. Физическая нагрузка. Да, поэтому у меня скалка вместо гантели в тренажерном зале. Оль, вот знаю, у тебя дочка есть, она, наверное, просто балдеет, что у нее мама кондитер. Для нее это какое-то особенное удовольствие такое, гордится, всем рассказывает. Это точно, да. Дочка мой лучший пиарщик, потому что везде при удобном случае она говорит, а моя мама печет тортики, моя мама готовит десерты. И всегда, когда я что-то делаю, то делаю, конечно, какой-то дополнительный экземпляр для нее, потому что она всегда спрашивает, а мне есть что-то? А у тебя есть какие-нибудь авторские рецепты? Честно, пока еще свой авторский я не создала, но надеюсь, что это будет в скором времени. А тебе дочка какие-нибудь идеи подкидывает? Она больше любит просто помогать, наверное. А, она тебе помогает, а сколько ей лет? Ей скоро будет семь. Свет, у тебя единичка будет, у меня пятерка, у тебя ужас. Хорошо, Март, договорились. Я думаю, достаточно. Теперь я даю вам два ножичка, и мы вырезаем эти цифры. Мы на глаз главное как-то вырезать. Я хочу сказать, что мы наметили свои цифры, но мы, конечно, со света профессионалы. Но вы можете заготовить клише из бумаги. Вырезать, положить и обвести, потом уже вырезать. Так, ну поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Мы отправляем наше раскатанное тесто в духовку при 180 градусах на 10 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, мы замечательно справились с нашей задачей. Испекли 4 коржа, чтобы у нас получился такой большой полноценный торт. И пока они у нас будут остывать, потому что они у нас пламенные, горячие из духовки. И еще один немаловажный момент, что пока они горячие, они очень мягкие и хрупкие, поэтому нужно очень аккуратно их доставать. Пока они остывают, мы сделаем крем, чтобы прослоить наш тортик. Маша, бери большую миску. Так, а что нам для него понадобится? Для крема мы будем использовать сливочное масло, сахарную пудру и творожный сыр. Нужно брать просто сливочный, без всяких соленых добавок, чтобы у нас был сливочный вкус. Мы используем для этого миксер, обычный, ручной. Света, попробуешь? Ну, давай. А я тебе буду накладывать. Маша, клади масло. Все сразу. Масло нужно брать комнатной температуры, чтобы оно было мягкое. Далее сахарная пудра. То есть мы сначала все это сюда всыпаем, а потом уже... Сначала мы взбиваем два ингредиента. А, все. Масло и сахарную пудру, а потом добавим сливочное сыр. Я ее сразу всю массу высыпаю, да? Так, тебе. Так, окей. Я тебе сейчас не советую сразу... Да, сначала мы взбиваем на маленькой скорости. Как-то такое? Перемешать. Да, только... Подожди, сначала нужно опустить миксер в миску, а потом включать. Надеюсь, все видели мое лицо сейчас. Ну вот, получается уже. Можно даже немножечко еще прибавить, чтобы у нас получилась такая прямо однородная, гладкая масса, без комочков. Мне кажется, это очень трудно будет добиться. Ну и, в принципе, достаточно. Выключаем. Теперь добавляем половину нашего сыра. Мне кажется, это самый такой момент. Я его прям ждала, когда сыр еще там стоял. Так, половину. Вот этими силиконовыми лопаточками нужно, конечно, приноровиться. Мне кажется, это самая удобная вещь, которую можно было придумать вообще. Очень удобная. И все теперь? Да, взбиваем. Теперь становится немного тяжелее, да? Ну, как бы дорогие. Я хочу просто со стенок убрать, но когда я поднимаю его... Можно остановиться, собрать лопаточкой в одну кучку, да? И просто старайся не поднимать высоко. Нет, ты лучше вот так води по всему диаметру, потому что у тебя может неоднородно замешивать, если ты будешь там. По всему, да. Правильно я говорю, Оль? Да. Вот. А то где-то у тебя перемес... Давай. Так, начай. Чтобы нам красиво украсить наш торт, мы переложим крем в кондитерский мешок. Сейчас я это сделаю. И вы будете пробовать высаживать крем из мешка. У нас будут два дизайна. Это кругляшки и такие завитки-розочки. Беру кругляшки. Рисунок? Рисунок, да, который будет выдавливаться из мешка. Ну, мне розочки остались. Спасибо, Света. Красиво как. Я всегда мечтала попробовать вот эту профессиональную штуку. Так. И второй. Сейчас мы можем положить пока наши буквы. Вот эту вот сначала. Так. Ну что же, крем готов. Я вам покажу сейчас, как нужно его отсаживать на наши цифры. Мы держим вертикально наш мешочек с кремом. И получается, ладонью, которую вы держите сверху, мы давим. А этой мы просто придерживаем, направляя, да, задавая направление. Ну, получается у нас вот такие вот кругляшочки. А их как-то в два ряда делаем? Да, мы сделаем в два ряда. Я думаю, можно очередовать. Допустим, мы сделаем кругляшок, потом одну розочку. А, у тебя фигурная насадочка. Эх, я думала, сложнее себя. Я тоже думала, придется там выкладывать лепестки. Так, окей, давайте попробуем. Ну, справитесь? Да. Наконец, мы приступаем к самой долгожданной части. Нашего процесса мы начинаем украшать. Да, я приготовила сегодня свежие ягоды и листики базилика. Как я уже упоминала, что это является одним из компонентов моего десерта. Поэтому мы тоже украсим наш тортик. Я знаю, что у тебя кафе твое «Базилик» называется. Да, в планах у меня открыть семейное кафе, где можно будет приобрести вкусные сладости. Там базилик будет в составе всех десертов? Нет, конечно, у некоторых. Ну что, мы режем клубничку пополам. И вот это, да? Маша, а ты могу попробовать карамбулу? Да. Карамбулу! Так, Оль, как я ее режу? Просто? Да, тоненькими слайсами. Я отрежу нам два кусочка, чтобы попробовать. Очень тоненькими. Ну, можно будет еще. Красиво. Она похожа на Патрика из Спенчбоба, только зеленая. Да, да, да. Ну что, приступим к упрощению? Да. Я думаю, что мы просто используем нашу творческую фантазию и украсим как душе угодно. Ну, принцип какой-то есть. То есть, что где сбоку нельзя втыкать, чтобы не расползлось по крему. Да, ну какие-то большие вещи, конечно, например, вот такую вот звездочку мы с самого края не сможем положить. Мы ее положим где-то посередине коржа, так скажем. Это вот это тоже? Да, можно использовать еще голубику. Давайте листики нашим. Так, вот тут надо замесить. Ну, можно вот это вот еще украсить. Я тебе карамбулу отсюда. Так. Ну что же, и обещанный сюрприз. Я сделала такой пряничек с вашим логотипом. С нашим логотипом, ура! Своими руками. Положим его на наш праздничный тортик. Ах, красота. Вот хочется еще немножечко добавить. Мне кажется, можно вот сюда, Свет, я помогу тебе. Смотри, выкрасим. Ах, красиво. Можно мне еще голубику? Вот сюда хочу. Пустые места. Пустоты. Заполни. Наш торт готов. Спасибо большое Ольге Сальниковой и ее студии «Сладости для радости». Спасибо, Светочка, тебе за помощь компанейскую. Следите за новостями нашей группы ВКонтакте и на сайте ЮТВ. Так, ну все, ребят, идемте, идемте. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!